Дорогие друзья, сейчас ведется работа, направленная на коммерционализацию космоса. Мы увидели во всем мире, не только в Соединенных Штатах Америки, что для успешного развития космоса нужно допускать к нему бизнес. Его можно допускать в рамках государственных корпораций, государственных структур, как в Китае. Его можно допускать в чистом виде, как в Америке. Но он просто более энергичен, более оборотист. Ну и есть сугубо техническое ограничение, когда вы осуществляете государственную съемку, ну это, грубо говоря, автоматически секретится. И государственная съемка, ее нужно расшифровывать, и вот прямо, сразу, напрямую передавать государственную съемку на, грубо говоря, на планшет бойца, который находится в окопе, для этого до сих пор существует барьер. Уже больше года огромное количество частных компаний бьется над тем, чтобы эту проблему решить. Потому что частник может передавать что угодно, кому угодно. Но это пока не получается. Вместо этого у нас осуществляется программа коммерциализации космоса. И государственная корпорация Роскосмос пробивала, пробивает, и, я думаю, пробьет в ближайшее время, закон о том, что те съемки, которые сейчас Роскосмос представляет органам государственного и даже местного самоуправления за бесплатно, теперь будет предоставляться только за деньги. При этом эти деньги будут направляться Роскосмосу из бюджета, а потом обратно в бюджет. Вот так вот деньги будут гоняться взад-вперед. Но вопрос, а зачем вы это делаете, следует ответ, ну для того, чтобы создавать рынок. То есть происходит, с одной стороны, просто перевод денег по кругу, заведомо бессмысленный, просто трата времени для того, чтобы создать какую-то капитализацию, которая в нынешних условиях будет мифическим. При этом муниципальные органы власти и, как я понимаю, большинство региональных органов власти лишаются возможности получать эту съемку. Сейчас они имеют право запросить Роскосмос и как-то его убедить в этом. Теперь они должны будут просить у Минфина денег. Ну, понятно, что просить деньги у Минфина это немножко смешно. Возникает вопрос, зачем это было сделано. И вот представитель Роскосмоса, я цитирую, говорит, у нас колоссальный вал заявок, измеряемый там миллионами квадратных километров. Мы исходили из того, что если мы переведем эти отношения на возмездный характер, это приведет к существенному снижению объема этих заявок, поскольку каждый заказчик должен будет обосновывать свою потребность, обосновывать реальный бюджет. Мы прогнозируем, что падение составит не менее 70% в общем объеме заявок, которые к нам сегодня приходят. Ну, ситуация понятна. Есть некоторое количество спутников, их, как я понимаю, все меньше, благодаря выдающимся достижениям. Соответственно, возможностей предоставлять информацию, космическую информацию, все меньше, а аппетитов-то все больше, заявок-то все больше. И поскольку эти заявки не стоят регионам, не стоят федерального органа власти, даже муниципалитетам не стоят ничего, они, естественно, просят. Роскосмос разрывается. Но при этом Роскосмос говорит, ребята, мы не можем определить, какая заявка нужна, а какая заявка не нужна, поэтому отвяжитесь от нас, пусть вам Минфин определяет, какая заявка нужна, какая нет. Когда я задал вопрос представителю Роскосмоса, ну как так? Вы же лучше всех должны понимать, что кому нужно, что кому не нужно. Вы понимаете, что это за информация. Минфин этого не понимает, он понимает только деньги, это не его сфера. Зачем вы свои обязанности перекладываете на Минфин, для того, чтобы сократить объем заказов? Человек мне на голубом глазу, представитель Роскосмоса, ответил. Вы знаете, а я этого не говорю. Вот я вам зачитал, что он говорил, и он прямо в лицо отрицал то, что им сказано. Но смысл очень простой. Происходит бюрократическая игра. Роскосмос не хочет говорить нет никто, не хочет говорить нет. При этом Роскосмос не хочет вникать, что важнее, заявки на тушение леса, или заявки на определение схожести семян. Это действительно сложная, неприятная задача, все всегда будут обижены. И вместо этого Роскосмоса говорит, отвяжитесь от меня, идите в Минфин, пусть Минфин решает. Пусть Минфин решает, исходя из финансовых интересов. Я должен сразу говорить, что все силовые интересы, все интересы обороны, безопасности и всего остального, они по-прежнему бесплатны, они по-прежнему идут с абсолютным приоритетом. То есть, вот угроз для безопасности и обороны нет, возникает угроз для народного хозяйства. Вычеркиваются гарантированно местные бюджеты, потому что деньги из федерального бюджета возвращаются в федеральный бюджет, местные бюджеты здесь ни при чем. Возникает больше проблем у региональных бюджетов, сугубо институциональных, потому что так они могли просить, а теперь им для этого нужно будет получать субвенции. Ну и в целом объем будет сокращаться, но самое главное, понимаете, в чем происходит проблема. А Роскосмос может определить, какая информация более важна, какая менее важна, какая более полезна, какая менее полезна, потому что Роскосмос-специалисты. А Минфин? Специалисты в деньгах, они в космической съемке. Им это не нужно, не интересно, и непонятно, и они не виноваты. И вот принятие решений о специалистах хотят передать к заведомо не специалистам. Ради чего? Ради якобы создания рынка. Мы насоздавали уже этих рынков и в образовании, и в медицине, и в электроэнергетике, где только их не насоздавали с кошмарными последствиями. Ну что, батуты завозить будем, правильно я понимаю? Строго по работе. Счастливо.